Меня не прельщает бессюжетный танец как таковой, хотя есть абсолютно гениальные вершины, созданные в этой области, но мне очень важно как зрителю, и я в первую очередь зритель своих же балетов, так что мне это очень важно, что я сиру в зале, и я тоже все это смотрю. Мне безумно важно сопереживание, сопереживание героям, которые находятся на сцене, и я абсолютно уверен, что каким бы совершенным не был бессюжетный танец, он не может вызвать сопереживание у людей, сидящих в зале. Такое настоящее. Поэтому палат номер шесть. Если человеку есть что сказать, если художник по-настоящему искренне пытается рассказать именно свою эту историю, свое видение, то ему совершенно нечего пугаться того, что он познакомится с видением чьим-либо еще. К тому же, в любом случае, мы же для того, чтобы поставить палат номер шесть, вынуждены прочитать Чехова. КОНЕЦ С огромным пиететом и с любовью отношусь к музыке ар-вапиарта, и мне всегда хотелось что-то сделать именно на музыку ар-вапиарта. И я просто не находил, так сказать, сюжетных поводов для этого. И попав однажды в Кишиневе на спектакль в театр русской драмы «Палата номер шесть». «Страсти по Андрею» он назывался. Его поставил замечательный молдавский эйд-режиссер Петру Вудкареу. Он худрук театра, Иоаннеску театра абсурда, казалось бы. Вот. И там был точно такой же состав, вернее, у меня точно такой же состав эйд-артистов, что и у него пять человек, одна из которых женщина, переодевающаяся из медсестры в кухарку. Ход тот же самый. Естественно, там драма, там большой спектакль на два акта. А у меня небольшое произведение, в котором вот мне показалось, что музыка арвопиарта это вот потрясающим образом подходит для того, чтобы рассказать эту чеховскую историю. От себя, от эмоций идти невозможно, потому что для того, чтобы эмоции возникли, то что должен быть какой-то... Это раздражитель. А раздражитель — это смежные области, естественно. Это либо музыка, это либо текст. Вот в этих двух спектаклях, кстати, на мой взгляд, наиболее четко показывается, что в моем творчестве можно идти с разных сторон и приходить к общему знаменателю. Если палата номер шесть — это сначала был спектакль палаты номер шесть, который я увидел, потом был чечеховский текст, и потом уже к этому присоединилась музыка пиарта, то в случае с андеграундом я был в Латвии, в Риге, и мне дали послушать музыку Петриса Васкса. И когда я послушал его скрипичный концерт, я понял, что сильнее эмоционального потрясения от музыки у меня не было, наверное, с детских лет. И это была просто какая-то лавина, шквал эмоций, и я три года, она у меня лежала под спудом, я боялся к ней прикоснуться, к этой музыке, потому что я... Ну, боялся прикоснуться. Мне казалось, что я не буду соответствовать как хореограф в той глубине, то есть страстности той совершенно удивительной искренности. Так не мудно сейчас искренности, непосредственности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok